Я вам сейчас хочу рассказать про Vim, это текстовый редактор. Я думаю, что многие с ним знакомы, а те, кто не знакомы, мне кажется, что его стоит вам попробовать, если у вас есть время. Потому что он, хоть он и очень старый, он, по-моему, еще сделан был в 70-х годах, это V, а Vim там в 90-х, но тем не менее он до сих пор очень актуальный, на него огромное количество различных плагинов, различных вообще, я не знаю, чего только нет на него, разрешений, плагинов, проверка синтаксиса, на нем есть просто все, что нужно. И, наверное, нет никакого другого текстового редактора, который бы так интенсивно развивался бы сообществом. И многие люди считают его очень сложным, и я даже слышал, что сейчас там больше миллиона запросов, как выйти из Vim. Абсолютно нет ничего там сложного, по сути, там просто два режима. Режим ввода текста и режим командный. Все, ничего сложного. Ну, еще там режим выделения, когда вы мышкой можете что-то выделять. Но фактически в нем, поверьте, ничего сложного. То есть, обучиться там ему можно буквально там за полдня. Но самое большое преимущество, которое вы получите от него, это скорость работы. Сейчас во всех текстовых редакторах, во всех там IDE, это просто невероятная боль, это скорость работы. Из-за того, что вот в современном мире главная не скорость работы программы, а главная скорость написания программы. И из-за этого программы пишутся с использованием каких-то гигантских фреймворков. И в итоге они крайне медленные. Ну, не только из-за фреймворков, из-за того, что они пишутся на каком-нибудь Python, например, не на самом быстром языке программирования, скажем так. И в итоге все программы сейчас становятся большие по размеру. Они отъедают невероятное количество памяти. И при этом они даже не всегда способны просто выполнить свои какие-то функции. Поэтому я очень рекомендую вам пробовать Vim. И сейчас я покажу просто несколько примеров того, на что способен Vim, на что остальные редакторы, скажем так, не способны. Это пример, я сразу говорю, синтетический. И он такой не всегда релевантный, что ли, да. Но я думаю, что этот пример хорошо показывает, в принципе, тот уровень программ, который есть сейчас на рынке. Ну, редакторов текстовых я имею в виду. И я, опять же, хочу, чтобы вы не просто смотрели на это вот так вот. Типа, я никогда такое не делаю. Ну, вы, может быть, такие вещи не делаете, но вы будете делать похожие вещи. То есть, если у вас будет большой проект, ну, все знают, что большой проект тормозит. Вы открываете какой-нибудь файлик, у вас есть какая-нибудь задержка, там, секундная. Вы листаете файлик, у вас, опять же, задержка. И вот во всех программах вот эти вот задержки, вот эти тормоза, постоянные отжирания кучи памяти. Вот я не могу это продемонстрировать, да, там, на экране, вот эти все задержки. Но я могу просто показать другой пример. И я хочу, чтобы вы пример воспринимали как пример, да, а не говорили, что я такие файлы, там, допустим, большие, и не открываю. Просто в голову включайте перед тем, как комментарии будете писать. Смотрите, у меня два файла. Один большой JSON, и другой я с помощью генератора сделал небольшой JSON по размеру, в смысле два файла. И сейчас я их скопирую себе на компьютер. Так, сначала я... Я сделаю два файла, например, code-test-short-json. Так, сюда я скопирую вот этот сгенерированный текст. И также я клонирую вот эту штуку. Так, git-clone. Это большой JSON-файл, который я нашел в интернете. Он весит 189 мегабайт. Не сказать, что он очень уж большой, но такой, приличный. И сейчас я хочу открыть эти два файла различными редакторами и показать вам результат. Так, ну вроде все. Я склонировал вот этот большой JSON-файл. Давайте посмотрим, есть ли он тут. Так, да, есть. Теперь я его хочу скопировать, чтобы они лежали в одном месте. Code-test. Окей, если этот short, то этот пусть будет long. Итак, у нас два файла. Один небольшой, который весит 1,6 килобайт, а второй большой, который весит 181 мегабайт. Давайте теперь посмотрим, как он откроется в Vime. давайте сначала откроем маленький файл. Мы его открыли. Теперь давайте посмотрим, сколько памяти у нас всего отъедает Vime с этим маленьким JSON-файлом. Так, давайте найдем по поиску Vime. И, как мы видим, давайте не Vime будем искать, а мы будем искать Code-test, чтобы он сразу нам показывал. Ну, то же самое. И мы видим, что Vime сейчас со всеми моими модулями, вообще со всем, он отъедает 84,5 мегабайта памяти. Мы смотрим на Vime. Vime – это Virtual Image. Это суммарное количество всей памяти, которая используется процессом. То есть он включает в себя код, данные, библиотеки какие-то, все что угодно. По сути, вирт – это swap плюс res. То есть swap – это, я думаю, понимаете, что такое. Res – это как бы фактическая, физическая память. То есть мы смотрим на вирт, короче. И мы видим, что 84,5 мегабайта. Давайте тогда возьмем и этот же файл откроем в другом редакторе. Например, атом. Открываем. Он открылся. И мы видим, что атом у нас во-первых, тут запустился, запустилось какое-то чудовищное количество процессов. Но, тем не менее, он жрет 1600 мегабайт. Это в 20 раз больше. В 20. Это маленький файл, который весит 1,6 килобайт. И у нас атом сожрал 2-1,5 гигабайта памяти. Ну, по-моему, это не очень адекватно. Но смотрим дальше. Так, давайте еще мы его откроем. Например, в Sublime Text. Так, он у нас открылся в Sublime Text. И мы видим, что Sublime Text отжирает в 10 раз больше памяти. 791 мегабайт. Окей. Давайте еще, например, посмотрим Visual Studio. Visual Studio у нас отожрало 1400. Тоже 1,5 гигабайта памяти. Ну и давайте посмотрим еще, как эта штука называется, PyCharm. PyCharm у нас отожрал сразу 5 гигабайт, 5,5, 5600, 6. Мы открыли файлик. 1 килобайт. И он отожрал у нас 6 гигабайт памяти. 6. Так, ну давайте теперь представим, что нам нужно как-то вообще поработать. Нам нужно что-нибудь сделать с этим файликом. Давайте снова откроем этот файлик. Vim. А, нет, не этот. Давайте теперь мы откроем большой файлик. Не short, а будем уже работать с большим, который long. Он у нас 180 мегабайт. Так, как мы видим, он у нас открылся. тут 413 тысяч строк. Сколько у нас Vim? Vim у нас отъедает 300 мегабайт памяти. Ну давайте для интереса посмотрим, например, сколько Atom будет отъедать. Вот. Atom он уже говорит нам, что Atom будет unresponsive, пока загружается большой файл. Ну то есть very large, правда что ли? То есть 180 мегабайт это very large? Ну, не знаю. Давайте давайте послушаемся его. Вот смотрите, я даже проматывая файлик, я не могу его просто проматывать нормально. Ну то есть вот, все, у меня Atom завис. Смотрите на температуру процессора 84 градуса. Давайте теперь представим, что мы как-то работаем в редакторе и мы допустим хотим заменить фичур на какой-нибудь бла-бла-бла. То есть во всем файлике. Посмотрим как долго это займет. так, это заняло меньше наверное секунды. То есть я только нажал, уже во всем файлике, как вы видите, все заменилось. То есть вы видите, что везде бла-бла-бла. И это реально заняло меньше секунды. Так, давайте выйдем без сохранения. откроем это например в атоме. И сделаем то же самое в атоме. Так, атом у нас открывается не сразу как вы понимаете. Атому нужно время. Нужно время и пожарить ему нужно еще мой процессор хорошенечко. Так, загрузились. Давайте этот закроем. Так, мы ищем фичер и заменяем на бла-бла-бла. Так, сейчас нажму Enter и вы увидите сколько это займет по времени. Нажимаю. Ждем. Нет, к сожалению, нам атом говорит, что мы превысили чего-то. Stack size мы превысили и ну все как бы. нам ничего не дают нам сделать. Вот не знаю даже что нам делать теперь. Ни одна фичер не поменялась. Ну ладно. Мы же давайте будем что-нибудь делать дальше. Sublime текст откроем в Sublime тексте например. Sublime текст загружает файлик поэтому подождите пожалуйста минутку. Все. Готово. Так. Давайте тоже промотаем. Этот хоть мотается. Давайте сразу меняем фичу. Меняем на бла-бла-бла. Нажали. Что не так? Я что не так нажал? Я наверное find нажал. Нужно replace нажать. Не туда отвел. Нажимаем. Так. Давай. Так. Ну ждем. Теперь когда Sublime текст нам заменят все. Надо немножко подождать. Ну я нажал. не думайте что я не нажал. Я нажал. Все честно у нас. Я надеюсь вы уже начали догадываться почему я люблю Vim и почему я не люблю другие редакторы. Но все таки давайте эксперимент доведем до конца. И если вы кстати думаете что это ноутбук какой-то это старый древний нет это самый последний ThinkPad шестой который на максимальном процессоре максимальный при максимальном то есть вы даже в России такой не купите это 8600 там какой-то 8650 в России только 8550 и тут Vipro так что это довольно мощный процессор но вы кстати можете повторить вот это же у себя на компьютере если вам интересно я не знаю сколько уже прошло времени но по-моему очень долго по-моему это неадекватно абсолютно то есть и это о у нас заменилось все ну надо посмотреть будет потом сколько секунд все-таки прошло ну я думаю вы поняли результат давайте ради интереса мы откроем это Visual Studio как тут заменять так ну все нажимаю Replace так довольно быстро а нет не быстро потому что нам заменился нам заменилось только а ну вот написано Replace 10 тысяч вхождений ну по-моему это как-то не очень-то и честно ребят я вообще-то хочу везде заменить вы мне заменили в 1 20 файлика ну то есть каким что мне что мне нужно сделать чтобы мне все-таки заменить весь файл у меня нет такой возможности в самой крутой одишке у меня нет возможности заменить весь файл что за бред вообще ну не знаю окей давайте ради интереса мы посмотрим PyCharm PyCharm нам говорит что файл слишком большой 189 мегабайт он нам показан только в readonly ну ладно в readonly так в readonly так нам он еще и не показал весь файл я не могу весь файл открыть ну это вообще идиотизм PyCharm мне показывает только 4406 строк как так вообще ну файли намного больше строк ну то есть PyCharm не может даже открыть весь файл тут не 4 тысячи строк тут 413 тысяч строк ну вот я надеюсь вы понимаете у меня это конечно синтетический тест он мало там что показывает он показывает просто что все редакторы просто тяжеловесные тормознутые и вообще ну в них невозможно работать я вы если вы работали вы наверное меня понимаете что они всегда тормозят и тормозят невероятно и именно поэтому мне нравится Vim что он невероятно быстрый как и должен быть редактор то есть когда вы пишете код ваше главное желание наверное чтобы это все было быстро понятно что скорее всего мы не открываем такие файлы постоянно там больше 4000 строк ну а что мне делать если мне все-таки надо открыть этот файл мне работать теперь с ним вне проекта или что ну то есть это очень странно поведение всех редакторов оно странное я надеюсь я показал вам то из-за чего мне нравится Vim это его скорость это это то что он не не жрет такое огромное количество ресурсов как остальные сейчас просто все программы невероятно много памяти жрут хотя это вообще не оправдано и это вообще болезнь сейчас всего ПО посмотрите на какие-нибудь программы даже на мобильные приложения они все весят по 200 мегабайт хотя у них функционала вот так вот совсем то есть все программисты используют какие-то фреймворки даже для каких-то крошечных задач из-за этого все проекты раздуваются до невероятной степени и происходит вот такое ну я не знаю кто-то возможно с этим ну нормально живет но мне лично Vim из-за этого очень нравится из-за того что он невероятно мощный из-за того что он расширяется плагинами из-за того что он очень быстрый и на самом деле у меня только две претензии было к Vim первая претензия это у него есть командный режим и режим редактирования и когда ты редактируешь например какие-нибудь redmi файлы и если ты делаешь что-то на русском то когда ты переключаешься в режим команд то ты переключаешься на русский и тебе неудобно вводить команды но я кстати хочу показать вам может быть кому-то будет полезно это кто работает с Vim давайте я вам покажу изначально я для того чтобы решить свою проблему я использовал вот такое решение которое выделено то есть это оно ой я вам не переключил вот изначально я использовал вот это решение которое на 263 строке у меня то есть оно просто заменяло все русские буквы на английские но из-за того что у меня другая раскладка на клавиатуре фактически я просто заменил буквы в некоторых местах потому что это тоже идиотизм вообще русских клавиатур то есть кто додумался поставить точку и запятую куда-то вот сюда на shift 6 на shift 7 то есть точка запятая это наиболее часто используемые символы они используются чаще чем B U или что тут твердый знак ну то есть какой идиот догадался заменить точки запятые в опросительный знак слэш и поставить сюда буквы ну то есть можно было буквы как-то распихать куда угодно Y Y твердый знак это куда-нибудь можно было распихать чтобы оставить людям точку и запятую но какой-то урод этого людей лишил и короче говоря давайте к Vim возвращаемся и у Vim есть отличное решение для этого я могу дать ссылку если кому-то нужна фактически она работает следующим образом когда ты переходишь в командный режим то у тебя просто переключается язык я не помню откуда я это взял но я если кому-то надо я найду ссылку на гитхаб и могу вам кинуть это это первая проблема которая у меня была с Vim я ее решил вторая проблема это все-таки что мне неудобно например рефакторить какой-то большой проект когда тебе нужно много что заменить например я все еще бывает открываю в Atom и в том же и рефакторю там но когда ты просто пишешь код когда ты просто работаешь с каким-то файликом по-моему Vim это идеально еще мне нравится как тут сделаны какие-то вот не знаю макросы например смотрите например ты пишешь часто я допустим пишу какие-то Redmi Redmi в формате Markdown MD и очень часто возникает ситуация что тебе нужно обрамлять какой-то код и вот у тебя допустим файл Redmi и у меня тут синтаксис включился он подсвечивается красным ну короче допустим нам слово Redmi нужно обрамить в код так называемый который в Markdown мы делаем это следующим образом просто горячей клавишей как это делается это не какой-то макрос это не макрос не какое-то там расширение это то что ты самостоятельно можешь писать это делается вот следующим образом вот то есть ты сам пишешь команды Vima то есть если ты знаешь команды Vima это очень удобно то есть тебе не нужно на каком-то языке это писать никакие тебе мак ну короче это просто вот фактически то что я сделал сейчас делается вот вот этим вот вот что мне еще нравится в Vima смотрите например мне нужно я иногда редактирую Markdown файлы просто я веду свою какую-то базу знаний когда сталкиваюсь с какой-то проблемой решаю ее и записываю решение и вот я редактирую файл как только я открываю Markdown файл я сразу же вижу его в просмотрщике вот я например начинаю вводить какой-то текст и я сразу вижу что он у меня появляется здесь то есть это прям очень удобно это плагин для Markdown если кому-то интересно я могу сказать как он называется также есть очень удобные модули для например комментирования кода ты выделяешь например любые строки нажимаешь комбинацию клавиш у тебя закомментировались они также ты можешь это все раскомментировать это работает на любых языках то есть в яоскрипте он будет свои комментарии ставить в там в python свои бэш скрипты свои и это очень удобно и самое главное что ты если тебе это не нужно то ты это убираешь то что нужно ты подключаешь это такой конструктор который очень легковесный и ты можешь его очень гибко настроить под себя ну и само собой если вы знаете Vim знаете как его использовать то у вас не будет проблем с какими-то серверами потому что Vim есть практически на любой машине если вы научитесь им пользоваться то просто заходя на любую машину по SSH вы будете просто как у себя дома так что это тоже большой плюс мне кажется и еще мне кажется что из плюсов можно выделить минимальное использование мыши то есть Vim сделан так что тебе за мышку не нужно постоянно хвататься это удобно это возможно непривычно потому что мы постоянно привыкли руку туда-сюда двигать но когда ты к этому немного привыкаешь ты понимаешь что у тебя все происходит быстрее тебе уже не хочется постоянно тянуться за мышкой так что не пробовали если то обязательно попробуйте Vim если вам интересно будет я вам расскажу еще и про модули но я думаю что тема Vim не очень интересна людям потому что там по Vim самый частый запрос это как выйти из Vim но я думаю что если вы хотя бы раз попробуете вы оцените всю мощь Vim то